Козацкая Реда. Украинский характер. Одна из самых опасных фавел. Причем вот здесь реально могут расстрелять. Дмитрий Комаров отправляется в криминальные районы Рио-де-Жанейро. Стрельба какая-то. Чтобы рассказать вам шокирующие истории простых людей. Ты стрелял в полицейских? Мы узнаем, почему полиция боится заходить на территории фавел. Увозят тело полицейского. Стал трофеем для очередной группы бандитов. И почему жители Трущоб следуют законам наркобаронов. Вот это самые главные лидеры наркобизнеса. И мы едем прямо в логово этих бандитов. Дмитрий Комаров пойдет на смертельный риск. Это же не шутки уже. Сейчас мы просто не вернемся домой. Чтобы встретиться с боссами самого опасного наркотического клана мира. Мы покажем настоящую жизнь фавел. Чтобы удержать его от оружия и от наркотиков, мы брали железную цепь и приковывали его к лестнице за руки. Строгие законы. Тому, кто ворует внутри района, мы отрубаем обе руки. Настоящие истории. То есть он сейчас в розыске? Я не буду врать тебе. Полиция сейчас его ищет. И путь к мечте миллионов бразильцев. Сейчас я тебе сообщу суперновость. Ты даже не представляешь какую. Трам-парарам. Который под силу лишь единицам. Рио-де-Жанейро. Город сказка. Земля вечного праздника и танцев. Карнавала и лучших на планете пляжей. Мир небоскребов, банков и офисов. Таким он кажется, когда находишься в престижных районах. Но есть и другой Рио. С нависающими одна на другой хибарами, открытыми зловонными источными канавами и людьми, увешанными оружием. Мир трущоб, наркотиков и беззакония. Фавелы. Один город, два мира. На сегодняшний день фавел в Рио более девяти сотен. И в них проживает около двух миллионов человек. Эти районы не подчиняются правительству. Полиция здесь не показывается. И попадает на запретную территорию только в бронированных машинах во время спецопераций по уничтожению наркодилеров. Это страна в стране. Посторонним входить в фавелы крайне не рекомендуется. Стоимость человеческой жизни там нулевая. С высоты фавелы выглядят, как разноцветные муравейники. Такими их видит весь мир и жители благополучных районов Рио. Но чтобы понять это отдельное государство, нужно изучить его изнутри и познакомиться с его жителями. Лучше всего изнанка фавел знакома тем, кто в них родился. Детство здесь заканчивается очень рано. Чаще всего после знакомства с законами криминального мира. Меня зовут Габриэль. Мне 18 лет. Я сидел в тюрьме. Скажи, а за что ты сидел в тюрьме? Я воровал и много дрался. Кого вы грабили? Как вы это делали? У меня был напарник с мотоциклом. В условленные дни мы ездили в Капа-Кабану и Панему и воровали там. Телефоны, золотые цепочки, кошельки. Воровали из машин всякие ценные предметы. Какой у вас был основной метод работы? Как, например, вы воровали мобильник? Я заходил с одной стороны, напарник с другой. Окружали жертву. Один вытаскивал телефон, второй срывал цепочку. Вы были с оружием или просто с голыми руками? Бывали с оружием, бывали и без. Когда как. Вы готовы были убить, если будет сопротивление? Да. Это Адриан. В свои 12 лет он уже успел стать членом двух криминальных группировок. Какая у тебя была роль? Я занимался дежурством на глотке и продавал наркотики. Глотка – это, друзья, точка продажи наркотиков. Что входило в твои обязанности? Я занимался продажами. А когда заканчивался на глотке порошок, мне нужно было принести еще. Вы продавали какие наркотики? Марихуану, кокаин, крэк, лоло. Лоло – это такая смесь, которую нужно класть на кусок тряпки. И потом нюхать ее. Она очень расслабляет. Это похоже на Блэк Лансер. А что такое Блэк Лансер? Блэк Лансер продается в цилиндре, похожем на зажигалку. Тебе нужно нажать на кнопку, как спрей. Брызнуть в рот или в нос. В наркотиках, я смотрю, разбираешься лучше меня, потому что кроме кокаина, крэка и марихуаны, я ничего не знаю. Ты называешь новые для меня виды. Ты сам употреблял наркотики? Только марихуану и Блэк Лансер. Тебе давали оружие? Давали пистолет. Использовал пистолет где-то по назначению? Как ты использовал? Когда я был на дежурстве, полицейские зашли в фавелы. Ты стрелял в полицейских? А это Чарльз. Сейчас он работает мототаксистом. Но в прошлом был вором. За свою криминальную карьеру он грабил банки, угонял мотоциклы, взламывал машины и нападал на людей с оружием. Хотя и сам не раз становился мишенью. Это место, где в меня стреляли. Мы с напарником подъехали сюда на мотоцикле. Здесь стояла машина. Когда я уже наполовину залез в салон, чтобы вытащить магнитолу, я услышал первый выстрел. И меня ранило в ногу. Я упал на землю, вот так. Потом сверху начались еще выстрелы. Из окна на четвертом или пятом этаже. Парень стоял у окна и стрелял. Я быстро отполз назад. Мой друг уже ждал меня на мотоцикле. Я поднялся с раненной ногой и, падая, побежал к нему. Сзади еще слышались выстрелы. Мне повезло. Из 16 выпущенных пуль в меня попала только одна. Перестрелки в фавелах – обычное дело. Картели ведут постоянную войну за точки продажи наркотиков. Пытаясь остановить стычки, в перестрелки часто вмешивается еще и полиция. В результате пули летят со всех сторон. Как себя вести, когда вокруг стреляют, здесь знают даже дети. Сколько раз в жизни ты видел реально перестрелки у себя в родном районе? Четыре или пять раз в жизни. Как-то я сидел на этом месте, а вон там началась большая перестрелка. Я убежал и спрятался дома. Мама сказала не выходить. Было слышно вертолеты и очень много выстрелов. Это очень страшно. Я тогда только через два дня вышел из дома. Когда возле дома стреляют, какой у тебя первый рефлекс? Что ты делаешь? Ты ложишься на пол или ты забираешься в угол? Вот как ты действуешь, лично ты? Я ложусь на пол, беру одеяло, подушку и накрываюсь матрасом. От шальных пуль только так можно себя защитить. Члены бан чувствуют себя в фавелах хозяевами. Поэтому любой, кто перейдет им дорогу, рискует получить пулю даже в спокойный день. Твои друзья, соседи погибали здесь во время перестрелок? Да, много друзей. И мой лучший друг Иягу. Ему было 17 лет. Он поссорился с какими-то ребятами. Им что-то не понравилось. Пришли, выстрелили в него. И он умер. В фавелах трудно найти человека, у которого не было бы трагической истории, связанной с убийствами. Много моих друзей здесь. Томас, Кобесина тоже были в Араме. Они все погибли здесь. Это место мы называем гнездо. Здесь, в лесу, если пару часов покопаться, найдешь очень много человеческих тел и костей. Сюда просто выбрасывают трупы, да? Да, сбрасывают вниз. Вот так, друзья, видите, это место знаковое сразу по нескольким причинам. Во-первых, это тропосборник. Здесь очень крутой склон. Сюда сбрасывают тела, убитые в Рио очень часто. Во-вторых, здесь соседствуют конкурирующие фавелы, в которых заправляют конкурирующие группировки. Они просто убивают друг друга, потому что не переносят друг друга. Я ему верю. Вы понимаете, почему я ему верю? Он из этого мира. Нет, нет. Не снимай, не снимай. Опусти. Извините. То есть мы ошиблись сейчас, да, что сняли нельзя? Он показывал не снимать. Да, ты же не знаешь, откуда эти ребята. Потом могут быть проблемы. Иногда бывает, что ходят проверять. Не трогают, но смотрят, что ты делаешь. Такая осторожность Чарльза не случайна. В сети можно встретить информацию о якобы туристических, безопасных фавелах в Рио. Период, когда такие фавелы существовали, действительно был. К проведению Олимпиады в 2016 году власти провели одну из самых масштабных пассификаций. Так называют операции особых отрядов полиции и армии. Применяя всю доступную боевую технику, они вытеснили из некоторых фавел криминальные группировки. Чтобы гости Олимпиады привезли домой только лучшие впечатления о стране. На какое-то время в части фавел действительно стало спокойно. Туда могли смело заходить туристы. Но после Олимпиады практически вся сеть организованной преступности восстановилась в зачищенных районах. И сегодня нет ни одной фавелы, где было бы абсолютно безопасно. Слушайте, вот у меня вопрос. Мы заехали только в фавелу, и вы сразу мне приподняли шлем, чтобы лицо было открыто. Люди должны видеть, кто едет. Потому что если закрыто лицо, могут подумать, что ты Х-9. С этим термином мы уже встречались в Манаусе. Так называют стукачей. Людей, которые сливают полиции информацию о делах наркомафии. Как с ними поступают, вы видите на этих кадрах. Это такое правило работает во всех фавелах? Во всех. И напарнику тоже скажи, чтобы шлем снял. Пожалуйста, с Саши тоже сняли шлем, потому что нельзя в шлеме здесь. Это, друзья, кстати, я спрашиваю специально к тому, чтобы предупредить туристов, которые приезжают в Рео, берут на прокат машину, мотоцикл. Этот сервис здесь развит, без проблем. Но очень часто людей убивают навигаторы, которые заводят не туда. Совсем недавно был случай, два итальянца-путешественника по навигатору ехали на вершину горы, на смотровую площадку. И заехали в фавелу. Там не знали, кто они такие. И плюс у них на шлеме была закреплена маленькая камера. Их расстреляли просто сразу. Мы уговорили Чарльса провести нас в сердце фавел. В те места, куда не водят туристов. Где не работают законы Бразилии, а любой чужак, который осмелится сунуться туда без позволения местных, рискует жизнью. Чарльз согласился провести нас, но предупредил, что делаем мы это на свой страх и риск. А безопасность он нам не гарантирует. Вот, друзья, правило безопасности в фавелах. Езда без шлема безопаснее, чем в шлеме. Потому что, знаете, лучше уж иметь риск упасть с мотоцикла, чем иметь большой риск получить пулю в лоб. Видите, мы в самом сердце. Вот прямо проезжаем все въезды фавелы. На развороте хорошо будет видно. Соналиваться нельзя ни в коем случае. А вот, кстати, видел, машина простреленная стоит. Видна очередь. Мы в самом логове. Часто исчезнувшие без вести в фавелах заканчивают свою жизнь именно здесь. Трупосборник называют. Это место убили, сверху скинули и все. Тела потом падают вот сюда. И остаются в этом лесу навсегда. Сейчас мы поедем, посмотрим еще более знаменитое место. В плохом смысле знаменитое. Там вообще регулярно сбрасывают тела. Очень удобная скала. И место для того, чтобы избавиться от тела ненужного. Вот теперь уже подъезжаем к городу. Дали сигнал надевать шлем. Очень борзо так ездит. Между машинами нарушают правила постоянно. Развороты в неположенном месте. Эти ребята вообще им наплевать на сигнал светофора, наплевать на разметку. Едут просто как хотят. И бесполезно что-то говорить. Нужно быстро проехать и посмотреть. Останавливаться нельзя. Одна из самых опасных фавел. Причем вот здесь реально могут расстрелять. Потому что тут контролирует все только бандитская власть. Мы даже на красный не остановимся, похоже. Мы когда уезжали от фавелы, отъезжали, вы не остановились на красный. Почему? Ты, наверное, не заметил. Там стоял смотритель, и он сфотографировал нас. Я увез нас оттуда, пока он не передал своим людям, что здесь снимают. На это могли бы очень плохо отреагировать. Слушайте, вот вы говорите, мы проезжаем фавелу, они могут увидеть, начать стрелять. Зачем? Что мы сделали? Ну, сфотографировали мы фавелу, общий вид со стороны. И что? За что убивать? Здесь есть места, где даже телефон доставать нельзя. Могут подумать, что ты снимаешь на камеру. Группировки опасаются, что полиция снимет какую-то информацию. Или доносчик снимет и передаст полиции. Поэтому они очень бдительно смотрят и сразу же реагируют. То есть, по сути, вот эта территория на горе, где фавелы, там нет закона, там нет власти, там не работают правила. И там свой маленький мир. Это страна в стране. Да, ты прав. Вести чужаков в другую фавелу не рискует даже Чарльз. Ему на помощь приезжает друг из этих мест. Саваться сюда без местных – самоубийство. Эдуарда. Большая собака. Большая собака? Интересная кличка. Теперь к нашей команде присоединился человек по кличке Собака. Я надеюсь, собака нас заведет туда, куда надо. Мы едем в фавелу Провиденция. Именно с нее начиналась история бразильских фавел. Наша цель – увидеть место, которое много лет наводило страх на местных жителей. Скала, с которой сбрасывали трупы людей. Не снимай. Держи, держи, не снимай. Так, направь в тихорях. Здесь стоит… Буду не называть международное слово. Правоохранительные органы здесь. При них тоже категорически нельзя снимать. Так, все, потихоньку идем. Камеру здесь не любят ни бандиты, ни полицейские. Поэтому даже в сопровождении местных мы перемещаемся очень осторожно. Смотри сюда. Вот это место. Ну вот оно, друзья, то самое место, откуда выбросили больше всего тела. Действительно, понятно, почему. Очень удобно. Для бандитов выбрасываешь, и сразу тела улетают вниз. Раньше этого забора не было. Жители сами собрали деньги и построили его. А до этого сюда сбрасывали мусор, тела, а иногда и живых людей. А живых как наказание? Дело в том, что у группировок существуют свои правила. А тех, кто их нарушает, жестоко наказывают. Пойдем спустимся? Да, пошли. Это место называют Глотка Ада. Глотка Ада. Страшное название. А сколько примерно людей с Денис попрощались с жизнью? Как вы думаете? За всю историю? Но можешь сам представить, сколько. Если за один только случай выбросили сразу семерых. А за что казнили этих семь человек? Это показательное убийство. Чтобы другие не повторяли тех же ошибок. Чтобы показать свою власть. Буквально через несколько минут большая собака дает сигнал. В этом месте снимать уже небезопасно. Говорят, срочно уходить. Тут важно, в какую сторону ты снимаешь. Вот он подошел, говорит, в ту сторону не снимай. Все, уходим, увидят, будет плохо. А что здесь было раньше? Дорожка, которую использовали ребята из группировок, чтобы прятаться. Скажите, а как вот люди живут? Вот твой дом, твоя дверь, а рядом тропинка, где прячутся бандиты. Вот как здесь жить? Такие вот условия в фавелах. Либо ты живешь как бомж под мостом, либо строишь дом там, где тебе дают. Даже рядом с таким местом. Не все люди в фавелах связаны с криминалом. Многие вынуждены терпеть такое соседство. Чтобы понять, как простые люди приспосабливаются к таким условиям, мы идем в гости к семье Габриэля. По ночным фавелам Габриэль нас ведет к себе домой, чтобы познакомить с мамой. Мама, здравствуйте. Бон ночи. Доброй ночи. Дима меня зовут. Вас как? Чиджен Эйджа. Зайдешь? Конечно, конечно. Вот заодно посмотрим типичный дом. Надо разуться обязательно. Добрый вечер всем. Доброй ночи. Как вас зовут? Габриэль. Габриэль. Бруно. Болона. Суали. Суали. Бруно Суали. Как тебя зовут? Это Ричард. Это вся ваша семья живет здесь, да? Да. Еще не хватает некоторых. Показывай квартиру. Здесь у нас комната. Твоя, да? Нет. Здесь нет отдельной комнаты для каждого. Вечером мы расстилаем матрас и спим на полу. На этом матрасе сколько человек спит? Три. А сколько у вас всего человек в доме? Семь или восемь. Семь-восемь. То есть вы даже не помните точно, да? Очень много народу. А кто живет, перечислите? То есть вы, ваш сын, кто еще? Еще моя младшая дочь. Мой брат Алиандо. Суэли, моя жена. А то есть где ваша жена? То есть вы пара, да? Да. То есть а раньше у вас был муж, да? Я 12 лет была замужем. Что с ним произошло? Он упал с высоты, травмировал голову и умер. Габриэль, веди дальше. Вот видите, здесь тоже вот на полу стилят матрасы, спят по три, по четыре человека. А это чья комната? Здесь спим мы с женой, еще моя сестра и дочь. А кем вы сегодня работаете? Как вы зарабатываете на жизнь? Я работаю уборщицей. А что за компания? Я стесняюсь говорить об этом в детской тюрьме. Боже, по иронии судьбы, ваш сын тоже сидел в детской тюрьме. Извините, что я вас потревожил. Я понимаю, насколько это... Давайте не будем об этом говорить. Сейчас, по крайней мере. Вы одна кормитесь всю семью? Да, я одна кормлю детей и свою сестру. Она глухонемая. А сколько максимально удается заработать? 890 реалов. 890 реалов, это, грубо говоря, 200 долларов. Когда вы живете здесь, в фавелах, на что этих денег хватает? Только на еду. Как бы мы ни пытались, кроме еды ни на что денег не остается. Стоит отметить, что для нас 200 долларов – это очень немалая сумма, но Бразилия реально очень дорогая страна. И 200 долларов – это тот минимум, это, по сути, минимальная зарплата, на которую можно прожить очень скромно, очень бедно даже в фавелах. А вы здесь платите за свет, за воду? Нет. Если мы будем платить, то вынуждены будем голодать. А вот этот дом, он вам как достался? Вы сами строили или это от предков? Вообще, это дом моей мамы, а мы его достраивали. Но вы же знаете, как это делается в фавелах. По сути, это все нелегальные постройки, без разрешений каких-либо на землю, на постройку. У большинства нет даже документов на дом. Чтобы их получить, нужно идти в ассоциацию жителей и платить налог. Друзья, фавелы не на той фавелы, что действительно это самострое. И так живут миллионы, десятки миллионов людей. Политики не знают, как решить проблемы фавел. И часто предпочитают о них умалчивать. Бездействие властей позволило наркокартелям взять на себя роль государства в этих районах. Пока родители борются с нищетой, дети попадают под влияние банд. Адриана, расскажи, пожалуйста, как ты попал в банду? Я был тогда с друзьями, и ко мне подошел парень из банды. Начал со мной общаться. Так мы с ним и познакомились. Что он тебе предложил? Сначала он предложил мне марихуану. Потом попросил меня подержать пистолет. Затем он дал мне подержать в руках автомат. Мне стало интересно все это. Сколько тебе платили? 150 реалов в неделю. А вообще, какая твоя цель была, когда ты пошел в банду? С чего ты хотел добиться, чего достичь? Я хотел быть крутым. Для тебя все эти люди с оружием, они авторитеты? Ты хочешь быть таким же? Понимаешь, они ездили на мотоцикле. Я тоже хотел кататься. И они давали мне пистолет. Ты убил кого-то? Нет. Полицейские зашли в фавелы. Мы начали стрелять. Когда у нас закончились патроны, мы начали убегать. Ты когда стрелял, ты думал о том, что можешь убить человека, лишить его жизни? Банды воспитывают молодых новобранцев по собственным понятиям. Главное из которых – встретишь копа – убей его. Поэтому бразильские полицейские очень часто погибают от рук вооруженных детей. Между полицейскими и бандами из фавелы идет настоящая война и подтверждение тому ежедневные убийства. Каждый день здесь убивают и бандитов, и полицейских. Вот сейчас мы пришли на место гибели одного из полицейских. Пока мы не знаем, кто это, сейчас будем разбираться. Для полицейских убийства коллеги – дело особой важности, расследовать которое – дело чести. Они не готовы раскрывать свои секреты. Прояснить ситуацию нам помогает коллега-журналист Марсель Удора, который уже 20 лет снимает криминальную хронику в Рио. Убили полицейского, который в выходной день патрулировал улицу. Подрабатывал в частной охране. Многие полицейские так делают. Как мне рассказали свидетели, подъехала машина, из нее вышли двое мужчин. И сразу начали стрелять в этого полицейского. Он едва успел выстрелить в ответ, но получил слишком много ранений. Нападавшие забрали его пистолет и убежали. Больше всех о смертельной угрозе жизни полицейских на работе знают их родные. Но никто из них не готов к тому, что это случится именно сегодня. Увозят тело полицейского. Царство небесное. Молодой парень, 30 лет. И вот тоже стал трофеем для очередной группы бандитов. Сегодня среди трафикеров очень много молодых, несовершеннолетних парней с оружием. У них другие понятия. Они ничего не боятся, уверены в своей безнаказанности. В бразильских законах очень много дыр для несовершеннолетних преступников. То есть именно по этой причине в банды нанимают так много детей? Да. Их надолго не задерживают. Даже при громком преступлении несовершеннолетних отпускают уже на следующее утро. Они даже сами говорят, да меня задержат, но вот-вот уже скоро отпустят. Такое законодательство прежде всего на руку наркомафии, которая использует детей в своих схемах. Этой безнаказанностью пользуются и обычные воришки. История Габриэля тому лучшее подтверждение. Вы помните, когда впервые узнали, что ваш сын кого-то ограбил? Я не знала, когда это началось. Я постоянно работала, а он все скрывал. Но потом я узнала, что он попал в плохую компанию. Внутри фавелы нельзя ничего скрыть. Здесь все обо всех знают. Затем его арестовали, и я узнала, что он попал в тюрьму, где я работаю. Несмотря на то, что я работаю в тюрьме, мне не разрешили сразу увидеть сына. Судья вынес решение перевести Габриэля в специальное учреждение, где он сможет продолжать учиться, но в закрытом режиме. Я делала все, как полагается. Но за месяц его срока он совершил оттуда три побега. А скажите, а детская тюрьма отличается от взрослой сильно? Да, тем более облегченная система. Если он совершает побег, но потом добровольно возвращается, за это не увеличивают срок, дают еще шанс. Там строгий режим безопасности. Система безопасности есть, но они обычно собираются в группу и перебираются через забор. Суть в том, что прощают только два побега. После третьего, если ловят, переводят на остров губернатора, в настоящую тюрьму. Но Габриэль совершил третий побег. Он знал, что если вернется, то его переведут в тюрьму. Он сказал, что не хочет возвращаться. И поэтому он сейчас в розыске. То есть он сейчас в розыске? Я не буду врать тебе. Полиция сейчас его ищет. Но не может зайти в фавелы, потому что боится. Это спасает Габриэля. Какой срок ему грозит? Считается, что у него хорошее поведение. Поскольку он в тюрьме ничего плохого не делал и сейчас никаких преступлений не совершает. Но если совершит преступление и полиция его поймает, удвоят срок. Один год тюрьмы. Он ходит в школу? Ходит. Слушайте, а неужели в школе не проверяют, в розыске мальчик или нет? Или неужели полиция не пытается искать по окрестным школам? Полиция знает, что он учится, но не знает, в какой школе. Я поговорила с директрисой, сказала ей правду. Сказала, что он ходит туда, чтобы измениться. Вам очень страшно, осознавая, что сын в розыске? Мне кажется, что моя жизнь уже изменилась с первого дня, как он попал в тюрьму. Это очень больно для матери, видеть своего сына в таком положении. Мы сейчас пытаемся записать его на курсы, чтобы он нашел работу. Но сейчас очень сложная ситуация на рынке труда. Нам, людям из Фавел, не дают много шансов. Но здесь же есть местная власть фавельная, вооруженные люди, которые контролируют эту территорию. Я не могу говорить об этом. Я понимаю, почему вы не говорите об этом. Хорошо. Вот эти люди, которые здесь наверху, они знают о ситуации вашего сына? Как я и говорила, ничего в этих местах не остается в тайне. Ну, по сути, друзья, это и есть причина. Просто здесь маленькая своя страна, свои законы. Здесь никого не задерживают. Потому что сделать это не так просто. Потому что можно получить очень серьезный отпор. И даже власть официальная, люди в погонах боятся сюда показываться. Самый большой страх каждой матери и отца Фавелов – ребенок, которого втянули в мир криминала. Наркодельцы никогда не скажут это Адриана. Но большинство таких же новобранцев живут в этом мире не больше 3-4 лет. Частые перестрелки, жестокие наказания за провинность перед бандой и доступ к большому количеству наркотиков не оставляют парням шанса. Жизнь Адрианы, еще толком не начавшей, смогла закончиться вот так. Только благодаря смелости родителей у парня появилась возможность начать жизнь с чистого листа. Мы идем домой к Адриану, познакомимся с его семьей. Боже, какие запахи, ужас, как они живут. Бон джиа! Здравствуйте! Через порог нельзя у нас, по нашей традиции. Здравствуйте! Как вас зовут? Адриан. Адриана. Адриана, очень приятно. Вы назвали сына в честь себя. Да, именно так. Проходите в дом. Спасибо. Это ваша гостиная? Да. Внутри дом Адриана выглядит еще беднее, чем снаружи. Нет дверей, голые стены, ужасные матрасы, которые лежат прямо на полу. Это обычные условия для фавел. Но практически в любом доме вы увидите телевизор и потрясающий вид из окна. Божественный вид на город Бога. Знакомьтесь с семейством. Вся семья наверху. Пошли. Как вас зовут? Мишель. Мишель. Так, а самый маленький или самая маленькая, как зовут? Адриана. Сколько у вас деток? Семеро. Семь детей. Знакомство со всем семейством заняло немало времени. Для нас трое детей – это многодетная семья. Но в фавелах Бразилии семья обычно гораздо больше. Пойдем вниз. Там нам всем будет удобнее общаться. Пятиглава семейства. Адриана прихрамывает, потому что он тоже из криминального мира. И в перестрелке получил пулю в ногу. Болит нога? Иногда я чувствую боль. Пуля прошла через кость и раздробила ее. Пришлось установить пластину, из-за чего я не могу разгибать колено. После перестрелки пять лет назад Адриана остался калекой. Но можно сказать, что ему повезло. Для многих бандитов подобные стычки заканчиваются смертью. С тех пор Адриана-старший покинул группировку, чтобы изменить жизнь. Свою и всей своей семьи. Поговорить об истории своего сына он приглашает на крыши. Без свидетелей. Когда Адриана связался с опасной компанией, он постоянно уходил из дома, начал курить. Вместе с плохими ребятами постоянно выходил в город и занимался кражами телефонов и сумок. Бывало такое, что он не появлялся дома по 4-5 дней. Приходил грязным, голодным и от него воняло. Но он никогда не объяснял, где пропадает. Родители не знали, как оградить сына от соблазнов улицы. Решение, которое они приняли, шокирует. Чтобы удержать его от глотки, от оружия и от наркотиков, мы брали железную цепь и приковывали его к лестнице за руки. Сколько ваш сын просидел на цепи? В первый раз два дня. Но каждый раз он сбегал, ломал замки и даже сделал дырку в полу, чтобы через нее вытащить цепь, в которой был прикован. Тяжело вытащить сына из наркоткана. Ведь там строгие правила очень. И суровые законы. Оттуда не всех отпускают. Да, это сложно. Мне пришлось самому идти к хозяину фавелы и просить, чтобы он отпустил моего сына. Нам повезло. Он согласился и предупредил все точки продаж, что мой сын больше у них не работает. А сложно дойти до хозяина? Для нас возможно. Мы соседи. Парадоксальная ситуация. Вся полицейская и военная мощь Бразилии не могут поймать главарей фавел. Хотя в спецоперациях участвуют элитные отряды бойцов. А вот простой житель фавел может запросто подойти к главарю и о чем-нибудь попросить. Все знают, где главарь живет, где его можно встретить и попытаться решить вопрос. Если к бандитам такой простой доступ, то почему их не могут арестовать, а в Бразилии десятилетиями продолжается страшная кровопролитная война? Ответ на этот вопрос надо искать в высших эшелонах полицейской власти. За последние 15 лет погибло почти 800 тысяч человек. Это больше, чем в войнах в Сирии и Ираке вместе взятых. Есть еще одна ужасающая статистика. В среднем каждые 54 минуты в Бразилии убивают одного полицейского. Какая реальная ситуация, мы сейчас узнаем из первых уст у одного из руководителей криминальной службы всего Рио-де-Жанейро. Здравствуйте. Дмитрий. Меня зовут Маркус Жамин. Вот вы знаете, извините, за немножечко неформальный вопрос, почему у вас здесь продукты? Полиция поймала женщину, которая уже седьмой раз крала продукты из супермаркета. И когда она выходила из магазина, военная полиция изъяла у нее эти продукты. Скажите, а как можно вынести такое количество продуктов? Куда она их прятала? Она по одному продукту прятала в разные части одежды. Сумку. А почему вы здесь это разложили? Полицейские должны оценить стоимость для того, чтобы судья смог вынести приговор. Ну, наверное, для Бразилии это просто детский сад. Это шуточки такие мелкие, по сравнению с тем, что у вас тут происходит. Да, это самая маленькая из всех наших проблем. Пойдем дальше. А здесь у вас что, это КПЗ, да? Это место для задержанного. В такой комнате он ждет, пока идет регистрация дела. Затем его переведут дальше согласно системе. Например, та женщина, которая украла продукты, тоже находится в такой комнате. В таком же, да? Я читал страшную статистику, что в среднем в Бразилии раз в 54 минуты погибает один полицейский. Скажите, это правда? Да, это правда. Погибает очень много парней. Чаще всего убивают в выходной день, когда узнают в них полицейских. То есть для жителей фавел, если они узнали, что человек полицейский, это уже смертный приговор, да? Да, именно поэтому полицейские не живут в фавелах. А если кто-либо контактирует с полицейским, это тоже смертный приговор? Безусловно. Даже вне службы сотрудники полиции и их близкие не могут чувствовать себя в безопасности. При этом очень часто на жестокость бандитов они отвечают их же методами. Я слышал еще другую статистику. Это уже мировая статистика. И она говорит о том, что в Бразилии самые жестокие полицейские, и они вынуждены быть жестокими в связи с этими условиями. Действительно ли это так? У нас нет выбора. Силы не равны. Сколько примерно людей работает во всех этих группировках? 80 тысяч людей – это только в крупнейших наркокартелях. Но помимо этих картелей есть еще региональные и местные. И эта цифра может расти еще больше – примерно до 120 тысяч человек. А с внештатниками и фрилансерами сколько наберется? 150 тысяч? С фрилансерами будет около 300 тысяч людей. Сколько полицейских выделено на борьбу с ними? Если собрать всю гражданскую и военную полицию, то у нас будет около 350 тысяч полицейских. В среднем у нас получается, что на одного бандита один полицейский? Да. Но стоит заметить, что у полицейских оружие менее мощное, чем у бандитов. У них на вооружении 30-й и даже 50-й калибр. Такие калибры используются в пулеметах, снайперских винтовках и автоматах. Именно из такого оружия парням из Фавелл неоднократно удавалось даже сбивать полицейские вертолеты. На этих кадрах вы видите последствия одной из атак в 2016 году. Недалеко от Фавеллы, город Бога, в Рио-де-Жанейро. Когда вооруженные пацаны в шортах и вьетнамках сбили вертолет. Погибло четверо полицейских. Какую специальную технику вы используете в Фавеллах? Используем бронированные автомобили, которые мы называем «большие черепа». Еще у нас есть бронированные вертолеты. Также мы используем крупнокалиберное оружие. Но большая его часть была изъята как раз таки во время операции. Государство не обеспечивает нас всей необходимой техникой. Поэтому во время операции мы изымаем у бандитов часть оружия и получаем на него специальное разрешение в органах юстиции. Даже мой пистолет был изъят после проведенной операции. Полиция пытается взять ситуацию под контроль. За каждой группировкой ведется пристальное наблюдение. Здесь мы проводим операции по записи и перехвату телефонных звонков. Когда у вас происходят серьезные задержания в Фавеллах, когда вы узнаете о том, что там какая-то сходка или какая-то встреча главарей, это именно из этого кабинета приходит сигнал? Мы узнаем не только о сходках, но и об их передвижениях. То есть, в принципе, главные бандиты у вас помечены, и вы видите, где они находятся в данный момент времени? Вот это самые главные лидеры наркобизнеса. Это представители разных группировок. Вот, например, представители красной команды. Вот представители третьей команды. Вот еще красная команда. Каждой какая-то цифра написана. Вот здесь 2000, 12000. Это что означают эти цифры? Это суммы вознаграждения для тех, кто даст нам точную информацию о местоположении, поскольку они постоянно перемещаются. Двое из них, я вижу, объединены уже черным фломастером. Их нет в живых? Это два самых влиятельных лидера группировки «Третья отборная команда». И их зона влияния находится на территории нашего полицейского участка. За что они могут убить вообще любого человека? Какую ошибку нужно допустить? Самое первое, за что вас могут лишить жизни? За передачу информации полиции об их бизнесе, об их делах. Этим они опасны, что живут по другим законам. И если, по их мнению, ты сделаешь что-то неправильно на их территории, то не сможешь предсказать их поведение и реакцию. В принципе, все кажется понятным, что вот эти люди заправляют продажи наркотиков и за счет этого получают свое влияние. В реальности, как строится иерархия власти в фавелах, и как все это устроено изнутри? Расскажите, пожалуйста. Структура похожа на организацию обычного предприятия. Есть босс, главарь банды. Есть его заместитель, правая рука. И люди, отвечающие за логистику, за продажи, за бухгалтерию, служба безопасности. А далее идут более мелкие подчиненные, задействованные в розничной торговле. Вам же известно местонахождение каждого из них сейчас? Мы знаем, где они живут, где они работают, как они передвигаются в рамках своих фавел. Тогда вопрос возникает, а все-таки почему же вы не берете их силой? Мы не можем использовать силовой метод, потому что стараемся избежать больших жертв среди гражданского населения. Все главари, все штабы располагаются в густо заселенных фавелах, и людям просто некуда оттуда деваться при проведении операции. Кто же такие эти наркобароны? Люди, перед которыми бессильна полиция, и сама это признает. Ответ на этот вопрос можно получить только одним способом – добраться до одного из главарей и услышать правду из первых уст. Нам удалось сделать практически невозможное. Я договорился о встрече с наркобароном и главарем одной из фавел. Человеком, которого уже больше 10 лет не может остановить вся полицейская и военная мощь Бразилии. Нам еще посоветовали взять с собой подарок для босса. Говорят, что может очень помочь. Они любят подарки из другой страны. С собой будет подарок для наркобарона. Мы очень долго готовились к этой съемке, искали контакты, искали возможность. И вот сейчас через полицию негласно нас вывели на людей наркомафии, которые пообещали, что примут нас, что встретят с первым лицом. И мы едем прямо в логово этих бандитов. Абсурдный шаг с точки зрения самосохранения. Полицейский, который помогал нам это все организовать, он, наверное, раз в 50 сказал мне. Еще раз тебе повторяю, пойми, ты можешь оттуда не вернуться. Мы действуем по четкой инструкции, полученной от людей наркомафии. Шаг первый, мы должны явиться в четко обозначенное время и место к человеку, который станет посредником между нами и первым номером группировки. Снимать нельзя, но мы приехали в дом людям, которые, собственно, проведут нас в ВВЛ. Сейчас Саша надел очки и выходим. Нашим проводником стал Деннис. Он бывший участник банды, но старые знакомства поддерживает. Потому что в фавелах на все необходимо разрешение хозяина. Именно Деннис находится на связи с лидером группировки и подготовит нас к встрече. Сейчас нужно дождаться момента, когда босс сможет покинуть фавелу. Сейчас она в окружении армии, но у него всегда есть тайные выходы. Когда доберется до другой точки, сможет дать вам интервью. Мы на связи с этим главарем, да? Хозяин этой фавелы. Он сейчас находится там, где штаб красной команды. Это комплекс фавел здесь недалеко, в Сан-Гонсало. Большие шишки из Рио все там находятся. А зачем вы нас фотографируете? Отправлю к главному. Нужно показать, что вы уже здесь. Да, хорошо. Подвинься ближе. Да, вы знаете, честно, страшно, когда твое фото отправляют главарю группировки. Отступать больше некуда. Наши лица теперь у главаря одной из крупнейших преступных группировок Бразилии. Какой у нас риск, по-честному, реально? Здесь все рискованно. Если бы в этом районе не было других группировок, риск был бы меньшим. Но поскольку там сейчас наши конкуренты, ассоциация «Друзья друзей» и третья команда, нельзя идти, вот допустим, как твой друг одет. Эти объективы на поясе похожи на чехлы для оружия. Это привлечет лишнее внимание других группировок. Что должно произойти, чтобы нас расстреляли? В крайнем случае, перед полицейскими нужно будет сказать, что мы репортеры. Если начинается стрельба между группировками и полицией, никакие удостоверения журналистов не спасут нас от шальных пуль. Военные все еще там, нужно ждать. А что, если они целый день сегодня будут там? Мы не сможем вообще поехать, отменяться? Не бывает целый день войны. Они передвигаются. Скоро военные отступят, и мы поедем. Наконец поступает сигнал. Можно ехать. Чтобы привлекать как можно меньше внимания, мы снимаем с оператора Александра все обвесы для объективов и прячем в рюкзак. Для съемки мы будем использовать только очки со скрытой камерой и маленькую любительскую камеру. Какая там сейчас ситуация? Сейчас идет война между бандами за точки продажи наркотиков. Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10 риск, которому мы себя подвергаем, направляясь туда. 10. В Сувелле, в которую мы едем, перестрелки были в недавнее время? На прошлой неделе пятерых убили. Вся эта территория уже под контролем наркомафии. Включи аварийку. А зачем аварийку включать? Наша машина не отсюда. Это дополнительная мера предосторожности. Обычно так делают, если стекла затонированы. Все с аварийками, друзья, правда? Все машины на аварийках. Так здесь отличают своих, которые знают условные знаки. Мы въезжаем на территорию штаба и складов красной команды. Это место охраняют особо тщательно. И даже малейшего подозрения боевиков достаточно, чтобы открыть огонь. Просто я понимаю, что мы находимся в самом аду. Что с очками сделать? Несмотря на опасность, мы до последнего момента не прекращаем скрытую съемку, чтобы показать вам настоящий мир наркомафии. Но опасность возрастает с каждой минутой. Если вдруг останавливают, снимать их не дать на пол. Лучше сейчас убрать. Смирай очки. Вот мы уже убрали очки, скрытую камеру, потому что слишком опасно снимать очки. Если увидят очки, просто расстреляют сразу. Понимаете, мы остановились в самом лучшем для этого месте. Когда ты находишься на территории, которая под контролем одной группировки, немного спокойнее на душе. А сейчас мы в очень опасном месте. Я волнуюсь намного сильнее. Почему мы здесь стоим тогда? Может, не стоять здесь в таком месте? Нужно дождаться точный адрес. Как безопаснее всего проехать? Вот перед нами, казалось бы, безобидные баррикады из ящиков. Когда видишь такие баррикады, это значит, что район контролирует какая-то группировка. Старик увидел твою камеру. Старик увидел? Я решаюсь рискнуть и скрыто снять видео телефоном. Снимаю на телефон. Типа я смотрю телефон. Вот впереди жилой комплекс. Это маскировка ФВЛ. Якобы там все хорошо, якобы пострадавшим это передается. А это прикрытие. Прикрытие. Вот впереди баррикады. Их проезжать нельзя незнакомой машине, поэтому мы стоим на аварийке и ждем. Все пошло не по плану. Обратите внимание на этот мотоцикл. Оказалось, что это боевики группировки. Они развернулись и остановились возле нашей машины. Когда открылось окно, мне к голове приставили взведенный пистолет. Едь за нами. А кто это? Это наши? Я трои, я трои. Все, опусти камеру. Смотрите в следующей программе. Чем закончится рискованное расследование Дмитрия Комарова? Звонок. Алло. Привет, привет. Как дела? Можешь говорить? Привет, Паша. Я сейчас в Рио-де-Жанейро. Я за рулем. Я тебя наберу вечером. Хорошо? А, понятно. Окей, хорошо. Пока. 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 Продолжение следует. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok